Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Что такое домены вы в принципе понимаете, я думаю вы это понимали и без моего объяснения в прошлом видео. А вот кому принадлежат домены и принадлежат ли они кому-то, кому вы платите за них деньги? Надо выяснить. Я кстати в конце 90-х искренне считал почему-то, что принадлежат они Биллу Гейтсу. На самом деле нет и даже ICAN они не принадлежат. Слово принадлежит вообще неприменимо к домену, потому что домен это услуга. У нас на этот счет был ряд серьезных споров, я свои позиции не меняю, но принимаю позицию профессионалов. Домен никому не принадлежит. Теперь что такое ICAN. Интернет корпорация по присвоению имен и номеров. Это если дословно, но понятно, что разговор идет о доменных именах и IP-адресах. Это международная некоммерческая организация, созданная в 98 году и занимающаяся поддержанием и решением вопросов, связанных с доменами верхнего уровня. Дело в том, что доменное имя состоит из нескольких уровней, ну или сочетания букв, разделенных точкой. Вот домен name.ru. В нем ru это домен верхнего уровня. Иногда говорят первого уровня. А name это домен второго уровня. Если вы заведете под домен donate.name.ru, то donate будет доменом третьего уровня и так далее. Но вот исходя из этой конструкции, национальный домен верхнего уровня ru администрируется российским координационным центром. О нем речь ниже. Но до ru есть корневая зона. Если смотреть справа налево, до ru есть еще точка. Но ее не ставят. Более того, если вы ее поставите, на сайт вы не попадете. Но она есть. Вот эту точку, то есть корневые сервера, где записано, кто администрирует домен.ru, администрирует ICANN, корпорация, головной офис которой расположен в Калифорнии. То есть ICANN делегировала администрирование конкретно этого домена координационному центру доменов ru.rf. А тот, в свою очередь, аккредитует конкретных регистраторов, которые оказывают население услуги по регистрации имени. То есть по внесению записи в реестр. То есть можно сказать, что ICANN администрирует точку, домен ru администрирует российский координационный центр на основании страннового кода ISO и договоренностей на российском правительственном уровне. Аккредитованные регистраторы, например, NIC.ru или REC.ru регистрируют домены в зоне ru для конкретных пользователей. В нашем случае домен NIC.ru на время действия договора переходит во владение конкретного пользователя. В зоне ru на год с возможностью продления. Но в принципе ему он не принадлежит, потому что домены принадлежать вообще не могут. И к тому же NIC.ru дал ему на время аккредитованный регистратор, а как дал, так может и забрать. Правда строго по определенным правилам, зафиксированным на сайте регистратора. В России на домены могут накладывать арест и по решению суда, и по решению силовых ведомств. Прецедентов много. Окей, а есть же еще домены com, net.org и так далее. Кто администрирует их? Каждый из них администрирует свой регистратор. Например, com и net администрирует компания Verisign. A.net некоммерческая организация PIR. Таким образом, давайте зафиксируем. Кроме национальных доменов верхнего уровня cc, tld, country code, top-level domain, к которым относится, например, ru для России или US для США, есть еще общие домены верхнего уровня gtld – generic top-level domain. Их много, поскольку кроме самых распространенных и известных, таких как com, net, tork, info, bis и name, с 2011 года корпорация разрешила регистрировать домены верхнего уровня, что называется всем, кому не лень. И на сегодняшний день их уже больше тысячи. Их администрируют те, кто их зарегистрировал, то есть коммерческие и некоммерческие организации. И правила регистрации доменов в этих зонах, как и стоимость доменов, определяют эти коммерческие и некоммерческие организации. Кстати, возможность регистрировать новые общие домены верхнего уровня уже закрыта. Какие общие выводы можно сделать из всего вышесказанного? Ru – самый распространенный домен верхнего уровня в России. Есть версии, у которой много сторонников, хотя есть и противники, что он лучше ранжируется, по меньшим мере, в поисковой системе Яндекс, чем общие домены верхнего уровня. Кроме того, домен Ru вызывает больше доверия у пользователей в России, но если у вас есть опасность попасть под разделегирование, то есть фактически отобрание домена, разделегирование – это даже не блокировка. Блокировку можно обойти, например, с помощью VPN, разделегирование уже никак не обойдешь, домен просто не работает. Так вот, в этом случае имеет смысл посмотреть или на общие домены верхнего уровня, классические либо новые New GTLD, то есть те, что появились после 2011 года, но в данном случае надо также внимательно смотреть на договор и на правила их использования. И кроме того, можно использовать национальные домены верхнего уровня других стран. Медуза, например, использует I.O. Это британская территория в Индийском океане. А в свое время был популярен, а может быть и сейчас, домен TV для проектов, связанных с телевидением. Хотя формально домен принадлежит полинезийскому государству Тувалу. И последнее, о чем нужно сказать – это о самом регистраторе. Где бы вы не зарегистрировали домен Ru, например, на 101domains.com, он все равно подпадает под правила доменной зоны Ru, а значит под правила, которое утверждает Российский координационный центр. Если вы наоборот зарегистрируете, например, ком у российского регистратора, ну скажем, ник.ру, самого известного, хотя формально ком они не администрируют, вам, возможно, еще придется помучиться, чтобы перенести его к другому зарубежному регистратору в случае чего. А случаи бывают разные. Хотя по правилам не обязаны это сделать, в описании я оставлю ссылку на разъяснение от ICANN о правилах переноса домена к другому регистратору. А подробнее мы будем говорить об этом через одно видео. Резюмировать можно так. Домен Ru, независимо от регистратора, администрирует координационный центр. Поэтому неважно, где вы его зарегистрировали, он подпадает под российскую юрисдикцию. Общие домены верхнего уровня администрируются компаниями за пределами России. Но если вы зарегистрировали его у российского регистратора, он также подпадает под российскую юрисдикцию. Выводы делайте сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова